МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает «Город сегодня». Здравствуйте. Год назад в октябре появился необычный магазин. Товары в нем бесплатные, но приобрести их могли далеко не все. Ассоциация деловых женщин предложила новую форму благотворительной помощи, когда одни люди делятся с другими необходимыми вещами. Идею октябинцы поддержали, ведь у многих дома есть одежда, из которой выросли дети, или ненужные игрушки, книги, даже мебель. А люди, которые реально в этом нуждаются, не знают, куда обратиться за помощью. На встречу деловым женщинам пошли в администрацию рынков Алтай и Мега Шегыс. Там выделили отдельные бутики для магазинов «Добрых дел». Пришлось проделать большую работу через социальные сети знакомых и просто отзывчивых людей для того, чтобы собрать такой большой ассортимент товаров. Принималась одежда и обувь, только новая или в очень хорошем состоянии. И детская, и взрослая. В ноябре-декабре по инициативе отдела образования сбор вещей был организован в школах и дошкольных учреждениях. Пять недель родители приносили теплые вещи, обувь, канцелярские принадлежности, игрушки. Через собес оставлялись списки людей из категории социально незащищенных. Их семьи получают право раз в квартал взять здесь самое необходимое – выбрать то, что подходит по размеру. За год в октябре помощь получили 7 тысяч человек. Но магазин «Добрых дел» постоянно нуждается в пополнении товарами. Сейчас это в первую очередь сезонная одежда и обувь. Тема продолжим с заместителем председателя Ассоциации деловых женщин Ирина Свитич. У нас в гостях. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Вообще, откуда пришла идея социального магазина? Этот проект возник в 90-е годы. Предложила это руководитель Ассоциации деловых женщин по Восточно-Казахстанской области. И вот это вот название «Магазин «Добрых дел» – любой товар за рахмет, «Любой товар за спасибо». То есть в октябре он выполняет свою функцию? Да, в октябре он выполняет свою функцию. Говорят, вашу инициативу продолжили и в других городах. В каких? Да. У нас одна из членов нашей ассоциации переехала в Алмату. И она стояла у истоков открытия этого магазина здесь. И вот с этой идеей она поехала в Алмату. И сейчас активно занимается продвижением этого проекта. Работает с предпринимателями, с бизнесменами салматинскими для того, чтобы открыть подобный магазин и в Алмате. Ирина, а вот что в первую очередь пользуется спросом и от чего больше отказываются? Вы знаете, Дима, не отказываются ни от чего. Берут все. Берут все. В первую очередь требуется, конечно же, детская одежда и обувь. Потому что в наш магазин приходят много многодетных мам. И, естественно, для их детей нужны сезонная одежда, сезонная обувь, детские какие-то игрушки, канцтовары, стульчики, кроватки. Все это мы предоставляем в нашем магазине по мере поступления от тех людей, которые хотят нам помочь. Ира, а вот как вы определяете, многодетная мама или нет? Ведь могут прийти и сказать, что дайте нам вещи. Вы знаете, такие случаи были, к сожалению. Да, вы правы. Но эти женщины, у них есть удостоверение многодетной мамы. И вообще изначально, когда вот в марте 2016 года мы этот магазин открывали, все эти вопросы очень четко отрабатывались с акиматом города Актубе. То есть был составлен определенный список людей, которые социально уязвимые, которые стоят, как бы, о них знают. То есть это, может быть, семьи людей с ограниченными возможностями, опять-таки, многодетные мамы, безработные. И вот этот вот список акимат города Актубе нам предоставил. Но, естественно, что помимо этого списка был еще сформирован дополнительный список. И у нас наши продавцы, вот Ольга, Дмитрюк, Айгуль, которых вы вот хорошо знаете, эти две женщины, они занимаются благотворительностью уже не первый год. И у них есть какие-то люди, которые они точно знают, точно уверены, что эти люди нуждаются в помощи. Мы ведем четкий учет. Например, вот сегодня такого-то числа пришли какие-то женщины. То есть записываются их имя, фамилия. То есть категория, например, многодетная мама или временно безработные. И у нас есть единая база данных, она передается между двумя рынками. То есть такого не получится, что человек сегодня сходил на рынок Алтай, а завтра он пошел на рынок Шигыз и снова это взял. Ирина, а охотно же люди приносят вещи? Да, люди приносят охотно. И нас это очень радует. Вот буквально сегодня детский, продюсерский центр детского творчества «Медиапро» принесли пакеты. Они провели акцию, которую дети, родители центра активно поддержали. Они провели акцию и привезли сегодня очень много детских вещей на рынок Алтай. До этого в конце 2016 года нам очень сильно помогла уразбаева Лизата Манжоловна, которая в то время возглавляла Горано. Сейчас она заместитель Акима города. Она провела акцию в детских садах, в школах, в частных учебных заведениях. И в течение пяти недель, каждую пятницу, родители, дети, учителя, директора школы нам привозили вещи. И было очень много детских вещей, очень много новой одежды, обуви, игрушек, канцтоваров. Часто, к сожалению, бывают такие случаи, когда, например, к нам люди приходят, но мы не можем им помочь, потому что у нас этой одежды или этой обуви нет в наличии. Поэтому вот эта помощь, она нужна нам постоянно. И поэтому вот члены нашей ассоциации деловых женщин постоянно проводят акции в своих коллективах. Вот коллектив творческий «Мегастарс» тоже в преддверии Нового года провел такую вот акцию. Сто пакетов они привезли. А вот, Ирина, если у людей есть возможность отдать вещи, но они не могут привезти? Они могут к нам обратиться, они могут обратиться ко мне. Я есть вот на Фейсбуке, они мне могут написать в личку. И мы выезжаем к таким людям, мы забираем эти вещи с огромной благодарностью. Ирина, давайте напомним, где находятся магазины Добрых Дел и какой режим работы. Магазины Добрых Дел у нас расположены на рынке Алтай на первом этаже и на рынке Мегашагыс на нулевом этаже. Режим работы у нас со вторника по субботу, то есть это воскресенье и понедельник выходные. Дни со вторника по субботу с 11 до 5 часов дня. Спасибо за то, что сегодня пришли. Спасибо всей Ассоциации деловых женщин за подобный проект. Низкий вам поклон. Я думаю, многие благодарны за то, что в городе есть тот островок, где люди могут помочь от души. Трудные 90-е годы в Казахстане по инициативе деловых женщин уже проходила акция «Все за спасибо», начало которой было положено в Усть-Каменогорске. И сейчас женщины готовы поддерживать семьи, которые находятся в непростой ситуации. Прежде всего, многодетные или имеющие малолетних детей. Благодарим всех, кто принял участие в благом деле. Кризис продолжается, но люди остаются людьми. Взаимопонимания вам и удачи во всех делах. Крепкого здоровья. Увидимся скоро на Первом городском телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова